откусываем литник напильником обрабатываем место литника поскольку здесь размер кольца был уменьшен или увеличен осталась пайка от воска сначала надо обработать и и чем-то твердым потом выровнять кольцо то есть надо сделать так чтобы был плавный переход от этой части до этой части просто плавный переход без выравнивания вот это вот шишечка убирается для того чтобы если ну когда стучишь на ригели не было таких вот за занятости когда плоскость к плоскости подходит вот сейчас этот переход плавный выравниваем на ригели и это литник тоже должен сточен но так чтобы только сам литник был сточен эти плоскости не надо проходить до того как не стучишь на ригели убираем лишние от литника а 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 ну и по-хорошему вот если середина то есть надо на ригели дойти до отметки кратное размеру все теперь кольцо выровнена здесь плоскость здесь ровная плоскость от ригеля здесь шишка застукано и уже можно спиливать так чтобы выводить эту плоскость к этой плоскости а а а а а а а Продолжение следует... Сделали плавный переход И еще на кольце место, где виден облой Шишки, вот такие бугры от облоя Вот они видны сейчас Их нужно снимать именно напильником То есть стараемся пройти по плоскости Не просто тачкануть по прямой А сделать так, чтобы при обработке Следующим инструментом меньше снимать углов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, теперь мы подготовили кольцо К обработке наждачками Таким напильником Делаем плоскости Боковые плоскости Выводим Все, поймали плоскость Мы видим ровный переход По всей плоскости То есть таким образом Вот этим напильником Мы сделали ровную плоскость Мы сделали ровную плавную плоскость С этой стороны То же самое Сделали плоскость Теперь Делаем плоскость здесь И пошли по кругу Важно Важно Пройтись по плоскости Менять положение кольца Так, чтобы напильник В идеале проходил Закругляя От края до края Вот эта плоскость Тогда не будет бликов на кольце Будет смотреться Конт В поверхность Без переливов Ну и одновременно качаем бицуху Вот Обратите внимание Плоскость Или было стукнуто по воску Или уже по кольцу Только напильником Обрабатывая напильником Мы видим сразу же Вот это вот Ровное место И с каждым Как бы Движением Видим как она уходит Вот эта вот Ровная часть Поверхности Она как бы Сошлифовывается Если не сделать это сейчас При вот такой шлифовке Это мы увидим При полировке И будет Вот эта плоскость Уже после полировки Придется кольцу еще раз Перетачивать И так далее Лучше это сделать На этом этапе Ну и так же С обратной стороны Кольца Вот здесь мы увидим У нас пора Потом мы ее заварим И еще раз пройдемся Ну вот кольцо у нас После заваривания двух пор Будет готово К полировке А ну еще там В эту часть Внутренней проходим Но здесь все просто Проходится Наждачкой Вот здесь Нужно проходить Наждачкой На резинке Здесь можно пройтись Твердой наждачкой Ну сейчас еще раз Делаем Как на тринете Спереди как на тринете Сзади Как на обычной Кольце И так Вот эту часть Мы можем пройтись Твердой наждачкой Потому что плоскость У нас здесь Ну практически ровная Мы ее выровняли Молотком на ригеле Твердой наждачкой Здесь проходимся Этой резинкой Также Пытаемся Такими движениями Повторить плоскость Эту плоскость мы вывели Напильником Она у нас ровная Кольцо готово Под полировку Можно обратить внимание Что Нету таких вот Бликов То есть Если прокручивать кольцо Видно ровную поверхность То есть Можем И Повторить Спасибо за субтитры